Еще раз хочется всех поздравить с Рождеством Христовым, с этим большим христианским праздником, который празднуется во всем мире, который празднуют разные культуры, разные страны, разные возраста. Это одно из больших, великих христианских праздников. Сегодня мы с вами празднуем, для нас важна не сама дата, но сам факт, факт и событие рождения Иисуса Христа, Сына Божьего на землю. Люди преодолевают сегодня большие расстояния, чтобы съехаться вместе, чтобы быть вместе с родственниками, с друзьями. Сегодня разные классы, разные социальные слои общества, они объединены этим праздником. В этом празднике участвуют разные верующие и даже не совсем верующие люди, церковные, не церковные, кто обычно в церковь не ходит. Иногда на Рождество и на Пасху они приходят в церковь. На этот праздник часто закрываются магазины, как будто бы все останавливается на мгновение, чтобы уделить внимание этому событию, которое мы с вами вместе называем Рождеством Иисуса Христа. Я вот с этим великим праздником поздравляю каждого, кто смотрит нас онлайн и всех присутствующих на этом месте. Друзья, в ту тихую Вифлеемскую ночь, казалось бы, все было очень обычно. Было темно, много было звезд на небе, и, казалось бы, ничего не предврещало какого-то особого события, но именно в ту ночь далеко-далеко давно в Вифлееме родился Иисус Христос. И моя тема сегодня – «Зачем родился Христос?» – это тема нашей проповеди. Я хотел бы вам предоставить несколько фактов о рождении Иисуса Христа. Начнем с вами с пророков. Пророки – это были Божьи глашатые, которые говорили часто о будущем. И именно вот эти пророки, они предсказали рождение Иисуса Христа задолго, задолго до этого события. И приведу вам несколько примеров из Старого Завета. Например, Исаии 9 глава 6 стих написано. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раминах его, нарекут ему имя чудный советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира». Эти все пророчества были предсказаны задолго до рождения Мессии. Еще один пример – Исаии 7 глава 14 стих написано. «Сам Господь даст вам знамение. Сидева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил». Захарий 9 глава 9 стих. «Сидцарь, царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле». Еще есть много других примеров из Ветхого Завета, из Библии, пророки Еремия, Даниил, Малахи и так далее, которые предвещали, говорили о том, что это событие обязательно будет, что родится на землю Мессия, Сын Божий. Но это не единственные факты о рождении Иисуса Христа. Пророки – это всего лишь одна часть. Еще были свидетели. Были свидетели, которые также говорили или подтверждали факты рождения Иисуса Христа. Этими свидетелями были пастухи, были мудрецы, был Иоанн Креститель, были многие люди, которые собрались из разных мест, приехали издалека, как вы знаете, мудрецы, например. И вот они были свидетелями тех событий. Также об этом писали апостолы, разные евангелисты. Мы читаем сегодня эту историю на страницах Священного Писания. И это все были свидетели того события. Но это еще не все. Сама история говорит нам о том, что когда-то давным-давно было это событие. История, которая подтверждает снова факт рождения Христа. Я знаю, что есть не церковные люди. Я знаю, что есть люди, которые не верят в Бога, которые отрицают и говорят, что это все выдуманные из истории и сказки. Но, слава Богу, сегодня это доступные документы. Я думаю, что многие из вас знают такой документ, который называется Dead Sea Scrolls. Это свитки мертвого моря. Однажды в одной пещере была найдена библиотека. И когда люди, специалисты начали читать вот эти свитки, очень-очень старые, то они там нашли почти все книги Ветхого Завета. А особенно полностью, в целости и сохранности, нашли книгу пророка Исаии. И именно вот в этой книге пророка Исаии написано очень много пророчеств о рождении Иисуса Христа. И это открытие, оно было большим знаменем для всего мира, атеистического мира, разного слоя населения людей. И сегодня эти факты, они доступны, как исторический факт, что когда-то Иисус Христос был рожден на эту землю. Слава Ему за это. Эта история или это событие настолько повлияло на весь мир, оно повлияло на события, повлияло на календарь, друзья. Представьте себе, что сегодня мы, изучая историю, не задумываемся, что часто даты, которые пишутся в разных заведениях, которые преподают сегодня нашим детям, там говорится, дата такая-то до рождения Христа или после рождения или смерти Христа. И вот это до нашей эры, после нашей эры. Представьте себе, что это событие Иисуса, рождение, оно повлияло на календарь, которым пользуется сегодня мир. И это всего лишь один из многих фактов, который снова и снова подтверждает, что Иисус Христос был рожден на эту землю. Еще один факт этого события – это чудеса. Сверхъестественные вещи, которые происходили именно в период Рождества. Например, знакомые вам истории, но давайте мы с вами задумаемся, как это было на самом деле. Например, мы знаем, что мудрецы, написано в Библии, они увидели звезду на небе, и они шли за звездой и нашли Иисуса Христа. Все эту историю знают, слышали, а теперь давайте обратимся в реальность. Вы когда-нибудь звезду на небе видели? А вы когда-нибудь за ней ходили? А вы представляете, как нужно идти? А если нет дороги? А если нужно плыть? А как узнать, за какой идти? А как нужно знать, что именно вот это, и показывают с неба, высоко-высоко, и так раз показала на домик? Ведь это же сверхъестественные вещи, друзья. Это то, что еще раз, еще раз подтверждает нам, что в этом был задействован сам Бог. Это не просто так все произошло. Второй пример, например, пастухи. Вы знаете, что ангелы явились пастухам, об этом пишет история, Библия. Ангелы явились на поле и сказали, пойдите, найдете младенца. И мы все знаем, смотрим фильмы, истории, сценки. Мудрецы, простите, пастухи пришли, нашли Иисуса. Вопрос, как они нашли? Никто не задумывался? Ангелы же им не дали direction. И GPS не выдали, и айфонов не было. Как же они нашли? Правда, не задумывались? Нашли. Ну а как найти? Как же найти? Это нужно весь дом. Как? Где же его искать? Это снова сверхъестественное явление в этой истории. Это событие, оно было необыкновенным. Появление, например, ангелов. Ангел явился, ведь не так часто являются ангелы. Иосифу, Марии, пастухам являлся ангел во сне. А само зачатие, зачатие Мария приняло, написано, от Духа Святого Семья. Ведь это же вообще не вкладывается в человеческий разум. Это логике не подлежит. Как это объяснить? Что это? Как оно работает? Ведь это же величайшее чудо. Чудо. Снова, снова, снова. Из многих чудес мы с вами видим, что здесь был задействован сам Бог. Без этого это было бы невозможным, нереальным. Еще один факт об этом событии, можно сказать, это движение, которое появилось в этот период. Движение. То есть весь мир, все-все-все пришло в движение. Next slide. Это, если вам так вот сказать в двух словах, то, если вы помните, что родился младенец Иисус, пастухи зашевелились, были не очень образованные. Потом мудрецы, это очень ученые, образованные люди, зашевелились. Потом, если вы помните, правительство, government, президент зашевелился, царь Ирод. И потом, если вы помните, вся армия была задействована. Задумайтесь. Все слои населения. От самых бедных до самых важных, даже армия, все пришло в движение. Что случилось? Родился такой маленький какой-то там, маленький родился, бейби. Это было не просто бейби. Вы представляете, как все пришло в движение. И Иисус Христос еще ничего не сделал. Задумайтесь. Ничего еще не сделал. Он только родился. Только родился. И уже правительство поднимает армию, Ирод. Уже начинается движение, много шума, много разговоров и много событий. И мы с вами подходим к важному вопросу, зачем родился Иисус. Цель прихода Мессии на землю. Сколько событий, сколько переживаний, сколько чудес. И вопрос, зачем? Зачем Иисус Христос был рожден на землю? Этот вопрос, я думаю, важно каждому христианину очень четко знать. Цель прихода Иисуса на землю. Читаем с вами Матфея 1 глава, 21 стих. Написано, родит же сына, и наречешь ему имя Иисус. Ибо он, внимание, спасет людей своих от грехов их. Это местописание, которое открывает нам, друзья, зачем родился Иисус Христос. Иисус Христос, чтобы спасти людей от грехов их. Большая миссия, сложная миссия. Когда Христос родился, все радовались. С одной стороны, дарили подарки, приходили, поклонялись. Помните, когда Христос въехал в Иерусалим, его тоже встречали, тоже так. Сделали такой целый парад, поклонялись Иисусу. А потом пришло время, и перестали радоваться его приходу. Вопрос, почему? Почему, когда Христос родился, ему приносили подарки, и поздравляли, и радовались. Но прошло время, и многие не рады были его приходу. Вопрос, почему? Потому что Иисус Христос начал обличать людей во грехах. Иисус Христос начал людям рассказывать правду за них самих. Иисус Христос направлял людей к Богу. И это не всем нравилось. Не всем нравилось. Вот почему отношение к Нему изменилось. И сегодня люди тоже смотрят на Иисуса по-разному. Сегодня многие люди не против Бога. Хотят не против петь песни о Нем, когда есть настроение. Хотят слышать о том, что Бог любящий, что Бог прощающий, и это правда. Но они не сильно хотят слышать о том, что Бог, Он еще также есть и судья, праведный. Что Он есть также и Отец Небесный, который иногда и воспитывает. Что Он есть и любящий тоже. Но люди часто иногда выбирают, во что им верить, что им нравится. И не все принимают, как было раньше, так и сегодня. Но Иисус Христос, как и тогда, так и сегодня, Он предупреждает. Он тоже милует. И Он предлагает, ад или рай, ты выбирай. Луки 2 глава, 34 стих написано. «И благословил их Симеон и сказал Марии. Сели жить сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий. И тебе самой, Мария, оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец». Эта история, которую я прочитал, записана, когда Симеон встретил родителей Иисуса, Марии и Иосифа в храме и сказал им такое поздравление. Вы знаете, что в Америке, когда рождаются маленькие дети или еще до родов, часто делают то, что называем мы baby shower. Такой праздник для детей, для новорожденного будущего ребенка. И вот представьте себе, на baby shower вам такое поздравление сказали. «Ох, какой у вас красивый мальчик! Ой-ой-ой-ой-ой, какое прелесть и золото! Мамочка, мы вас поздравляем! Ох, и судьба будет у этого ребеночка! Ой-ой-ой, какая судьба, какая жизнь! Сколько же он, ой, как ему будет больно, как трудно, своей смертью не умрет! А вы, мамочка, ой, да даст вам, Господи, силы! Оружие пройдет душу! Поздравляю вас! Давайте сфотографируемся! Вы представляете, что пережила та мама, которая родила Иисуса? Представляете, какое поздравление и пожелание! Вот насколько миссия Иисуса Христа была великой и сложной! Вот то, о чем мы с вами прочитали! Иоанна 1 глава, 29 стих написано «Видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, Иоанн Креститель, и говорит «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира» Это он сказал о Христе, о Сыне Божьем Снова повторил его миссию, цель прихода Иисус пришел на землю, и он на себя берет грех мира Задумайтесь, мудрый Бог, великий Бог И вот цель причина, почему он послал Христа на землю Да, казалось бы, для того, чтобы исцелять людей Помогать людям Это все правда, но это было не главное Для того, чтобы проповедовать Да, это тоже правда, но главное Ради чего все эти проповеди? Ради чего все чудеса? Нет, это не главное чудо Главное чудо, это то, что он пришел, чтобы спасти людей от грехов Это главная причина, которую всем верующим, неверующим важно помнить В день рождения Иисуса Христа Не просто праздновать его рождение Не просто праздновать Кристос, но праздновать причину Друзья верующие, нам важно помнить Причина его рождения Вот это надо праздновать Это избавление людей от грехов Если грех это так плохо и так страшно Почему же Иисус пришел, чтобы спасти людей от греха? В чем же суть греха? В чем проблема греха? Почему именно от этого Христос пришел нас избавить, друзья? Вот об этом сейчас мы с вами и поговорим О сущности греха, о природе греха В чем он опасный Почему грех разрушает людей И почему от этого Христос пришел спасти людей Для этого, друзья, я вам предлагаю Вернуться в самое начало Творения Вселенной Я приглашаю вас сейчас из истории Рождества Вернуться еще, еще, еще намного, намного дальше Как начиналось творение Бог сотворил первых людей Адама и Еву И дальше Он их поселил в Едемском саду И к ним пришел дьявол И вот что случилось И сказал змей жене Подлинно ли, сказал Бог Не ешьте ни от какого дерева в раю И сказал жене Нет, не умрете Итак, друзья Христос пришел, чтобы спасти людей от греха И мы с вами задаемся вопросом Какая же сущность, суть греха Природа греха В чем причина И вот первая сущность греха Внимание на экран Это сомнение в Боге Раньше мы думали, правда, что грех это Ну это все, что плохо Все, что вот против совести Против морали Против законов Да, это правда Грех это беззаконие Так говорит Библия Грех это то, что против морали Здравой, доброй Да, это тоже грех Непослушание, неповиновение Богу Это грех Но сегодня, друзья Мы с вами вернулись в самый корень Корень, корень проблемы Откуда все началось И суть греха природа Это именно сомнение в Боге Что дьявол сказал Подлинно ли сказал Бог Перевод Оправда ли А это точно на самом деле Что сказал Бог Вот оттуда началось грехопадение С вопроса А правда ли, что Бог есть А может это сказки А может вот эти все ваши Весь этот фестиваль Это все придумано Друзья, расслабьтесь 21 век Что вы делаете? Вы Вы же должны быть продвинуты И образованные Во что вы верите? Вот это работа дьявола сегодня Сегодня, друзья Это сеет сомнения в людей Верующих Неверующих людей Сеет сомнения в то, что Бога нет Это все неправда И все, что Бог говорил Это тоже неправда Здесь, смотрите Дьявол сеет сомнения Начало грех Берет свое начало В сомнении в Боге И в Его Слове Начало греха Это оно берет свое начало В сомнении в Боге И в Его Слове Смотрите внимательно Вот наблюдайте За каждым словом Которое сказал дьявол Дьявол сказал вот что Подлинно ли сказал Бог Что не ешьте Ни от какого дерева Знатоки Библии В чем здесь ошибка? Слушайте, что дьявол сказал Анализируйте каждое слово Подлинно ли то Что Бог сказал Не ешьте ни от какого дерева Знатоки Библии Внимание В чем ошибка? Бог такого не говорил Внимание Бог такого не говорил Бог что сказал? Не ешьте от Одного дерева От одного А дьявол цитирует А дьявол цитирует Бог сказал Не ешьте ни от какого дерева А вот и попались Какая же суть Или значение дьявола Кто знает? У него есть два перевода Два значения имени Дьявол или сатана Значение какое? Обманщик А второе? Противник Противится Богу Его воле Обманщик и противник И сегодня все люди Которые стоят на эту сторону Которые верят Дьявольской лжи Они автоматически Стоят противниками Богу Его слово Библейской морали И принципам жизни Вот оттуда начиналось Друзья Оттуда начиналось Грехопадение Сомнение в Боге Хочу обратиться К верующим людям Если вы познали И поверили в Бога И потом приходит момент Этап в вашу жизнь Когда вы начинаете В Боге сомневаться Сомневаться То помните Не обязательно Что-то делать плохое Само сомнение в Боге Это и есть Природа греха Это начало Это корень Откуда все пошло А теперь хочу обратиться К неверующим людям Если вы не верите в Бога И отрицаете Божественный авторитет Вообще Существование Бога В этом и есть Уже начало Греха Человека Который не верит Сомневается И когда дьявол говорит А подлинно ли сказал Бог Он начинает Раскачивать Доверие Богу Вот это мы встречаем По жизни И сегодня Но помните Что дьявол Он лжец И он написан Отец лжи Поэтому каждый раз Когда к вам приходят Сомнения в Боге Вы уже знаете Откуда это идет Вы уже знаете Откуда это пошло Кто это посылает Вам эту мысль По отношению К Богу Сегодня Тактика дьявола Она Не изменилась Вы помните Что Бог сказал Если вкусите От плода То вы что сделаете Умрете А дьявол что сказал Не умрете Видите Как все Как все просто Бог сказал одно Дьявол сказал другое Не умрете Ничего страшного Все нормально Второе Сущность Или причина Греха Это искаженное Понятие Зла Или греха Неправильное Понятие Добра И зла Искаженное Понятие Греха Написано Бытие Третья глава Читаем с вами С пятого стиха Но знает Бог Что в день В который вы вкусите Откроются глаза ваши И вы будете Как боги Знающие Добро И зло Вот это то Что дьявол им Пытался объяснить Ева Вступая в диалог С грехом Или с дьяволом Уже опускается На его уровень Мы видим Что здесь Даже в творении Божьем Идеальном В раю Бог все равно Поставил Границы Куда можно идти Что можно делать Кажется рай Рай Кажется Ну самое лучшее место Которое можно придумать И Бог дает Вот одно ограничение Этим Бог снова утверждает Что Бог утверждает Границы Морали Границы Понятия Что такое добро Что такое зло Сегодня Бог Дает тоже Границы Сколько человек Будет жить на земле Сколько ему можно Дышать на этой земле Кем ему родиться На этой земле Это все человек Не решает Даже тот Который не верит В Бога Он не может выбрать Кем родиться Где родиться Сколько лет жить Он не может Это не в его власти Не в его власти Доктора Даже не могут Ему Гарантировать Ничего О чем это говорит Что есть Бог Есть Бог Есть Бог И вот когда человек Отвергает Наивысший Суверенный Авторитет Бога И начинает Сам решать Что хорошо Что плохо Это вторая Сущность греха Это корень Это начало Откуда произошел грех Потому что здесь Человек Внимание Претендует На право Дефиницировать Или давать Определение Что можно А что нельзя Что плохо А что хорошо Что грех А что It's ok Человек Претендует На это право Потому что Здесь вот написано И ты узнаешь Что такое добро А что зло То есть ты сам Будешь определять Ты будешь Написано Как Бог Что ты так вот Согласился Бог сказал То нельзя А вот это можно А ты что Сам хуже Человечек А ну посмотри На себя Оденься Причешись Посмотри В зеркало Ты же сам Можешь решать Что хорошо Что плохо Кто сказал Что это плохо Кто сказал Что геи Гомосексуалисты Это плохо Это хорошо Это хорошо Кто тебе Такой сказал Что это плохо Видите Как человек Эти границы Двигает Меняет Как человек Вот эти все Морали Стандарты Библейские Он их пытается Перемешать Вы встречали Когда вы подростку Говорите Это плохо Он говорит Нет это хорошо Кажется Но оно не влазит В рассудок Нормальный Это плохо Он говорит Нет это хорошо Откуда оно пошло Друзья Вы понимаете Корень Вот оттуда Вот зачем Пришел Христос Вот от этого Избавить Потому что Сами мы не избавимся Сами мы не избавимся Нет мы все равно Будем сами решать Что хорошо Что плохо Что для нас выгодно Что для нас хорошо Что более эгоистично Ближе к нам Вот это мы будем выбирать И когда человек Вот именно так живет Так поступает То тогда друзья Это беда Это беда Это проблема Когда сегодня Насилие Называется Здравостью Или еще чем-то С борьбой Какой-то Если когда-то Человек Не Например Не уважает Своих родителей Говорят Но Нужно же дать Свободу Личности Нельзя Ущемлять Права человека Когда говорят Ребенка нужно Воспитывать Так учит Библия А сегодняшняя Цивилизация Говорит Не надо Воспитывать Вы что Обижаете Малышей Не надо Ведь это же Ребенок Вы что Вы сломаете его Мы делаем Культ Личности Культ Личности Как никогда И вот Это и ведет Нас К нашему Горю И беде В этом Мире На планете Потому что Это природа Это сущность Греха Вот оттуда Все началось Что дьявол Предлагает Ты человек Будешь сам Выбирать Что грех А что не грех И когда Сегодня Любое Желание Любое Ваше Действие Любое Ваше Действие Или Слово Вы называете Хорошо Правильно А Библия Называет Плохо И неправильно Вот этим Вы И претендуете Грехом Своим Претендуете На право Определять И отменять Божественные Стандарты Божественные Принципи Поэтому Все что вы думаете Хорошо или плохо Должно быть основано Не на вашем Мнении И даже Не обязательно На моем А на Писании Священном На Библии Если Бог Сказал Что это Плохо А ты Говоришь И делаешь Как будто Это хорошо Ты грешишь Ты грешишь Вот для тебя Пришел Христос Чтобы тебя Избавить От этого Мышления А потом И действия Третье Сущность греха Это Независимость От Бога Независимость Третье Бытие Третья глава Пятый стих Написано Но знает Бог Что в день В который вы Вкусите их Откроются Глаза ваши И вы будете Как Боги Дьявол предлагает Человеку поверить В то Что он будет Как Бог Что он может Быть Как Бог Но задумайтесь Богом Живешь Живешь в доме Как Бог Ездишь на машине Сам Как Бог У тебя Деньги есть И ты уже Почти Как Бог Ты можешь Некоторые вещи Сам решать Как Бог У тебя есть Права И вот человек Попадаясь На это Мы Занимаемся Самоутверждением Мы питаем И развиваем Свою гордость Мы не хотим Жить по божественным Принципам И правилам Почему Кажется Бог Запретил Сказал дьявол Вам кушать От этого Дьявол Снова пытается Посеять сомнения И сказать Бог вас Пытается унизить Бог вас Ставит Как будто Вы второсортные Вот Бога Вот там Вот вы Дьявол Предлагает Бороться За право Бороться За самоутверждение Вы будете Как Боги Почему Вы хуже 1 Иоанна 3 глава 4 стих Всякий Делающий Грех Делает Беззаконие И грех Есть Беззаконие Или по-другому Неповиновение Божественным Заповедям Которые написаны В Писании Это есть грех Сегодня это Непопулярная Тема Сегодня об этом Не хотят говорить Не хотят говорить Прямо Не хотят называть Свои вещи Вещи Своими именами Но я сегодня Хочу сказать В день Рождества Мы должны Помнить не только События Рождества Но помнить Причину Рождества А вот причина Рождества Это победить Грех Победить Грех Друзья Это причина Рождения Христа На землю Можно Кажется Быть Независимым От Бога Но только В рамках Божьих Принципов Или Божьих Стандартов Например Вы знаете Что инженер Он может Строить мост И сказать Я независим Не хочу быть Зависим От законов Физики И вместо Столбов Бетонных Он поставит Стеклянные Потому что Они красиво Смотрятся И он утверждает Что он Независим От этих Законов От этого Законничества От этих Всех Правил Я устал Я устал Я буду жить По своим Законам Хорошо Живи Но ты же знаешь Что есть законы Которые ты не можешь Поменять Хоть ты и думаешь Ты независим Ты зависим Потому что Мы тебе предложим Первому Пройтись По этому мосту И ты первый Рухнешь И в твоей жизни Придет крах И обвал Вот что значит Жить без Бога Независимо От Бога Вот это то На что претендовал Дьявол Он хотел стать Как Бог Вот почему Он был Почему он Пал Написано в Библии Потому что Он претендовал На независимость От Бога И сегодня Каждый человек Который думает Что он независим От Бога Он заблуждается Это вопрос времени Просто вопрос Времени Рано или поздно Как минимум Хотя бы перед смертью Он скажет Боже Если ты есть То помилуй Просто вопрос времени Человек Он создан Богом Все творение Держится Написано в Библии И вся природа Свидетельствует О том Что есть Бог Всемогущий Великий Бог Для грешного человека Покорность Богу Это унизительно Для него Божьи заповеди Это рабство Хотя они сами Не осознают Что они Уже Рабы Своей плоти Своей греховной Плоти Природы И вроде бы Свободной Но нет Вот почему Родился Христос Чтобы тебя Избавить От рабства Поэтому сегодня Мы празднуем Не только рождение Мы празднуем Причину рождения А он родился Чтобы спасти Людей От греха И люди Сами здесь Беспомощны Вот почему Нам нужен Обязательно Спаситель Последняя Сущность Греха Это удовлетворение Своих желаний Удовлетворение Своих Желаний В этом Есть Корень Греха Вот откуда Все начиналось Еще с Едемского Сада Мы с вами просто анализируем Маленький диалог Дьявола с Евой И там написано Вот что Бытие Третья глава Шестой стих И увидела жена Что дерево Хорошо Для пищи И что оно Приятно Для глаз Вожделенно Хочется Я хочу Не могу Нельзя А я хочу Нельзя А я хочу Нельзя А я хочу И ничего Не могу Поделаться Своим Хочу Вот Природа Греха Друзья Оттуда Все началось Мы думали Что грех Это только Плохие дела Вот сущность Греха Это глубже Чем просто Дела Когда мы Не можем Своими желаниями Греховными Плотскими Не можем Ими Сообладать Желания Друзья Задумайтесь Какая сила Какая сила Заложена В желаниях Какая тяга К удовольствию К развлечению Я не говорю Что нельзя Никогда отдыхать Или развлекаться Проблема в другом Когда человек Только этим живет Это его смысл Это приоритет Это цель жизни Вот тогда Когда мы делаем То что приятно Только Для глаз Для тела То что удовольствие Вот это Я хочу Это и есть Культ личности Как никогда Раньше Именно в наше Время Человек Поклоняется Человеку Нельзя обидеть Нельзя сказать Нельзя обличить Нельзя дисциплинировать Нельзя думать Нельзя ничего Главное Человека Ублажать Толерантным Быть Поклоняться Человеку Это культ личности Вместо Поклонения Богу Это и есть Грех Желаниями Нету конца Ненасытимость Написано в Библии Притче 30 глава У ненасытимости Есть две дочери Давай И вторая Как зовут? Давай Давай и давай И всегда будет мало Сколько Не дай Всегда будет мало Например Обратим внимание С вами на Традицию в Рождестве Традиция На Крисмас Подарки дарят Обычно кому? Людям Детям Взрослым Нам А как начиналось В Библии Кому дарили подарки? Что-то мы так все Засмущались Мы просто правду Констактируем факты Дарили Иисусу А сегодня кому дарим? Ну можно Тише сказать Ну себе И детям нашим Я сейчас Ну не об этом Не переживайте Если там у вас уже Куплено Все It's ok Расслабьтесь Вопрос в другом Вопрос в другом Смотрите Как все поменялось Как все поменялось Вот как было Оригинально И как сегодня Видите Вот это вот Фокус Фокус Христа На нас Вместо того Чтобы отдать ему Себе Эгоцентричная Эгоистичная Жизнь Это и есть Сущность Греха Но дьявол Пытается сказать Человеку Не ограничивай себя Дай свободу Своим желанием Что это Бог Придумал Вот это дерево Нельзя А почему это Бог будет решать Что это нельзя А если я хочу Сущность И природа Греха А почему это Вообще Бог Представьте себе Вложил в меня Желание Хотеть А потом Придумал А вот это Нельзя хотеть Кто виноват Друзья Вот видите Как здесь снова Дьявол Все запутал И даже Виновных Сделал Не того Кого надо Виноват Не он Вот это Желание Которое В тебе Это как раз Вот это Движимо Плотским Греховным Мотивом Греховной Плотской Природой Это не Бог Дал Плохое Желание Бог Он дал Человеку Только Свободу Выбора В этом Есть Любовь Божья Свобода Выбора Ты можешь Сегодня Отвергнуть Бога Можешь Не верить Богу Можешь Не жить По его Заповедям Можешь Жить Как Хочу Но Библия Говорит Но Знай Что за Каждое Дело Человек Придет На суд Знай Что Нескоро Свершается Суд Над Худыми Делами Но Это Не Значит Что Он Не Свершается Но Знай Ты Имеешь Право Выбирать Но Знай Что Я Родился Для Того Чтобы Освободить Тебя От Греха Потому Что Ты Раб И Ты Думаешь Что Ты Можешь Выбирать Что Ты Хочешь Но Ты Не Можешь Выбрать Сам Только Делать Добро Ты Сам Это Не Справишься Потому Что Ты Родился Мы Я Мы Родились Грешными Вот Почему Пришел На Землю Спаситель Иисус Христос Поэтому Друзья Грех Он Культивируется В желаниях Все Начинается Вот Оттуда Культивируется Желание Оно Питается Питается И потом Оно Нас Приходит Приводит В действие Сегодня Это Рассматривается Как Посягательство На Свободу Личности Слышали Такое Да Вот Откуда Идет Вот Это Все Извращение А Бог Говорит Совершенно По-другому Вы Знаете Друзья Что Люди Грешат Не потому Что Их Заставляют Это Важно Услышать Я повторю Люди Грешат Не потому Что Их Заставляют Переходим Возвращаемся К Еве Ева Вкусила От запретного Плода Можно Не Сказать Что Дьявол Ей Пистолет В голову Кушай Быстро Давай Он Заставлял Он Впихивал Ей Это Дьявол Только Лишь Показал Возможность И Куда Он Ударил На Хотение Вот Есть Хочется Вот Не Ограничивай Себя Не Ограничивай Ты Что Не Ущемляй Себя Хочешь Делай Но Он Не Заставлял Это Был Выбор И Решение Человека И Сегодня Друзья Люди Грешат Потому Что Они Под этим же Влиянием Вот Этих Событий Думаю Что Это Единственный Выход В жизни Когда Например Родители Сорвались В гневе И накричали На ребенка А потом Поворачивается Ко мне И говорит Ну ты Видишь Не понимает Нормального Языка Что Родитель Хотел Сказать Что Другого Выбора Нет Другого Варианта Нет Вот Сущность Греха Указать И обмануть Человека Что Других Вариантов Просто Нет Поэтому Ты Должен Так Делать Ты Должен Так Делать И Ты Даже Не Совсем Виноват Потому Что Дьявол Он Лжец И Обманщик Вот Почему Нужен Спаситель Который Тебе Этот Разум Твой Преобразит И Скажет Нет Не Так Все Работает Природа Греха Другая Ты Заблуждаешься Дорогой Не в этом Проблема Проблема В тебе Тебя Никто Не заставляет Грешить И не думай Что это Единственный Выход В жизни Проблема В грехе И сегодня Мы празднуем Друзья Не только Рождение Но мы празднуем Причину Рождения Спасителя Чтобы Спасти Нас От этих Пороков От которых Устали мы Страдает Мир Вокруг Нас Раньше Оказывается Друзья Когда мы Ограничиваем Своих детей От конфет Можно сказать Что ну Это же Просто Сладкое Нормальное Но родители Понимают Что нужно Детей Ограничивать Вот точно Так же И в жизни Где-то Бог Поставил Стандарты Морали Где он В чем-то Людей Ограничивает Потому что Это во благо Нам Желание Это уязвимая Точка На которую Именно Дьявол И бьет У животных Есть инстинкты А у людей Есть желание Именно В это уязвимое Вот эту точку И бьет Дьявол Именно Желание Хотение Которым Нет конца Иногда Мы запутываемся Это потребность Или это Хотение Здесь важно Различать Потребность И хотение Это Это дает Бог На это право Или Библия Говорит Осторожно Не трогай Не говори И не делай Римлянам 12 глава Перед тем Как я прочитаю Скажу Проблема греха Это пересечение Наших желаний И Слова Божья И твоих Моих желаний С желаниями Бога Проблема греха Это пересечение Наших собственных Желаний С желаниями Бога С Его волей И с Его словом Римлянам 12 написано 2 глава 2 стих 12-2 Не сообразуйтесь С веком Сим Но преобразуйтесь Обновлением Ума вашего Чтобы вам Познавать Что есть воля Божья Благая Угодная И совершенная Значит Цель призыв Библии Чтобы люди Познавали Особенно Мое обращение К верующим Сегодня Кто уже Познал Бога Наша цель Здесь на земле Познавать Сверять Утверждаться В том Что то Что я хочу Планирую Желаю Прошу Что это Совпадает С волей Божьей Познавайте Узнавайте Что есть Воля Божья Здесь очень хороший Короткий вывод Раньше Друзья Желания Адама И Евы Совпадали С Желаниями Кого? Бога И это Называлось Как? Рай Хотите Рая На земле? Когда Твои Желания Совпадают С желаниями Бога Это и был Рай Но потом Однажды Пришел Момент Когда Пришло Пересечение Вот оттуда И началось Грехопадение И мы с вами Все Живем В последствиях Греха Катастрофы Катаклизмы Рожденные Калеки Войны Насилие Болезни Это все Последствия Греха Друзья Последствия Порока Греха Грехопадения И знаете Что Бог сегодня Через Иисуса Христа Дает нам Спасение Вот этот слайд На экране Вы можете его Запомнить И жить Осторожно Понимая Сущность Греха Первое Это сомнение В Боге Второе Искаженное Свое Понятие Когда мы Утверждаем Что хорошо А что плохо Третье Когда мы Независимо Пытаемся жить От Бога И четвертое Когда мы Удовлетворяем Свои желания Вот это Приводит нас К нашему Пагубному Состоянию В этом Мире Сегодня Но слава Богу За Христа За Его спасение Наш последний Пункт Это План Спасения Иисус Христос Был рожден На землю И первое Это было Спасение Для Адама Для Адама Правда Интересный вопрос А как насчет Адама Адам вообще Куда он попал А как он вообще Его история Дальнейшая Никогда не задумывались Давайте с вами Прочитаем 1 Иоанна 3 глава 8 стих Кто делает грех Тот от дьявола Потому что сначала Дьявол согрешил Для сего И явился Сын Божий Чтобы разрушить Дела дьявола Первым согрешила Не Ева Но дьявол Вот почему Христос явился Чтобы разрушить Дела дьявола Дьявола А дальше Адам Этого сейчас Нету на экране После всех событий Грехопадения Друзья Почему-то Адам Дает своей жене Имя Ева Написано в Библии Что он ей Ну как бы Переименовал Раньше не было имени Он дает жене Своей имя Ева А кто из вас знает Какое значение Имя Ева Жизнь Значение Имя Ева Жизнь А что Бог Сказал Когда вы Вкусите От плода Запретного Что будет Что будет Смерть А значение Имени Ева Жизнь Задумайтесь Задумайтесь Бог сказал Если Вкусите Умрете И дальше Это слово Оно сбылось Они умерли Во-первых Духовно А потом Просто Как уже По инерции Это уже Цепочка Как вентилятор Который перестает Вращаться Без подачи Энергии Умерли И физически Но План спасения Бога Настолько Бог любит людей Несмотря на то Что он Говорит им Что то что вы сделали Это грех Это плохо Он их изгнал Из сада Но смотрите Любовь Божью Внимание Смотрите Любовь Божью Бог их Выгоняет Бог Очень расстроен И Бог Тут же Внимание Тут же Дает план спасения Тут же Любовь Божья Тут же говорит Все равно Люблю Все равно Готов миловать Все равно Даю спасение И вот как это было Посмотрите Внимание На слова Бога Вот что он сказал Бытие 3 глава 15 стих И вражду Положу Между тобою И между женою Между семенем твоим И между семенем ее Оно будет поражать Тебя в голову А ты будешь Жалить его В пяту Сложный текст Не совсем Понятный Попытаясь его Расшифровать Потому что Вот это друзья Первое пророчество О спасителе Слышите Бытие 3 глава План спасения Все понимают Любовь к Христову Человек Только-только Согрешил Вот только-только Упал Не послушался В раю был Бог выгоняет И тут же Моя милость Приводносится Над судом Тут же Проявляет свою любовь Я вас так люблю Я тут же даю вам План спасения И как Представьте себе Это комплимент Адаму Адам здесь Разобрался Здесь Адам Не растерялся Мы до конца Не понимаем Что здесь значит Адам понял Адам понял Что значит Есть надежда На жизнь И назвал Свою жену Ты будешь Ева Есть жизнь Есть надежда Потому что Бог сказал Адам Где ты это понял Как ты разобрался Вот здесь вот написано Вражду положу Бог говорит Между дьяволом И между человеком Между женою И дьявол Будет жалить тебя В пяту Это преобраз Что дьявол Будет кусать Дьявол Будет мешать Дьявол Будет разрушать Но дьявол Не сможет победить А ты Семя твое Какое же семя Женщины Семя женщины Которое она примет От Духа Святого И вот это Рождаемое Написано Оно Семя Будет поражать В голову Кого Дьявола Семя чье Семя женщины Внимание Дорогие Женщины Через Женщину Пришло Грехопадение Ева Первая Согрешила Кажется Можно обижаться На женщину Но Именно Бог Использовал Ту же самую Женщину Для искупления Всего человечества Через женщину Без Участия Мужчины Родился Спаситель Вау Вау Вот это Любовь Божья Вот это Прощение Вот это Искупление Друзья Вам не хочется Не знаю Что вам сейчас Вас не переполняет Какая Любовь Божья Божья Любовь Рождение Спасителя На землю Слава Ему За это И Бог Посылает Этого Спасителя И Адам Не понимая Всех Деталей Не зная Деталей Он Разобрался В том Что сказал Бог Сегодня Мы Знаем Деталей Намного Больше Вопрос Мы разбираемся Ситуацией Мы понимаем Где мы Как мы Что мы Как мы Живем Мы ориентируемся В жизни Адам Знал Намного Меньше И он Сориентировался Ева Жизнь Будет В Боге Есть план И выход Спасения Вот Почему Сегодня Христос Родился На землю Как Мессия Чтобы Спасать Тебя Сегодня Для тебя Мой Дорогой Друг Сегодня Рожден Христос И мы Празднуем Причину Рождения Чтобы Избавить И спасти Тебя От Греха И написано В Писании Марк 1.15 Приблизилось Царствие Божие И так Покайтесь И веруйте Покайтесь И веруйте В Евангелие Деяние 17 Бог Ныне Повелевает Людям Всем Повсюду Покаяться Ибо Он Назначил День В Который Будет Праведно Судить Вселенную Перед Нашей Молитвой Я Должен Сказать Что Человек Сам Себя Спасти Не Может Как Бо Вы Не Обещали Как Бо Вы Не Клялись Как Бо Вы Не Говорили Что Больше Не Буду Человек Сам Не Может Себе Помочь Христос Это Единственный Который Не Согрешил Вот Он Почему Назван Спасителем Вот Почему Написано Что Нет Другого Имени Под Небом Через Которого Возможно Спасение Как Только Иисус Христос Вот Почему Сегодня Ты Возможно Здесь Не Случайно Если Ты С Это Как Симфония Как Оркестр Который Вот Знаете Там Много Декораций Много Всяких Игрушек Много Пения Много Шума Много Персонажей Но Важно Не В этом Всем Во всей Этой Декорации Не Потерять Увидеть Самого Главного Такое Маленькое Но Важное Христос Маленький Но Если Он В Сердце Там Начинается Жизнь Маленький Маленький Маленький